Введение. Этим уроком я Худов Владимир Николаевич, КДП. Начинаю новый курс УПС «Управление СУ». Это глава «Представление тем, кто меня не знает» и знакомство с курсом. По УПС существует масса книг, видео и учебных пособий под авторством людей авторитетных с учеными званиями. Вряд ли я смогу рассказать о чем-то новом, инновационном. Попробую. Постараюсь преподать информацию так, чтобы она усваивалась и запоминалась легче, чем по классическим учебникам. Здесь в помощь мне опыт в управлении судном, который я начал и наработал на заре своей морской карьеры в Севастопольском портофлоте, работая капитан-механиком на пассажирских одновинтовых катерах с ВФШ винтом фиксированного шага типа «Радуга» и двух винтовых типа «Молодежный». Проект 1438. Проект 1438 типа «Молодежный». Судно небольшое, водоизмещение всего 150 тонн. Оно у вас на экране. Берущий на борт до 250 пассажиров. Рабочий будни на экране, снятый моей 8-миллиметровой камерой и с юмором. Когда у тебя за вахту более 50 швартовок к различным причалам и объектам в различную погоду и постоянные расхождения в суматошной Севастопольской бухте и на рейде, такой опыт дорогого стоит. Этот опыт мне здорово пригодился в больших морях, когда я управлял серьезным железом, за что большое спасибо СМТП – Севастопольскому морскому торговому порту. Под понятием УПС понимается управление судном, движущееся на границе двух сред – воды и воздуха. При этом гидро- и аэродинамическое воздействие не постоянны от слова «совсем», как нет и однородной посадки судна. Поэтому, управляя судном, приходится учитывать сложнейший характер влияния внешних переменных, таких как волнение, течение, ветер, мелководие и т.д. Что делает процесс маневрирования достаточно сложным. Где маневрирование – это изменение направления движения судна и его скорости с помощью винторулевой группы, подруливающих устройств для расхождения, швартовки, постановки на якорь, прохода узкости и т.д. Где ключевое значение имеет управляемость судна. Управляемость – способность судна двигаться по заданной траектории, т.е. удерживать заданное направление движения или изменять его под действием управляющих устройств, рулей и движителей, средства активного управления и т.д. Сегодня дисциплина УПС охватывает четыре относительно самостоятельных, но в то же время тесно взаимосвязанных и дополняющих друг друга направления. 1. Морская практика. 2. Маневрирование судном в различных условиях плавания. 3. Предупреждение столкновения судов. 4. Организация вахтенной службы и обеспечение безопасности мореплавания. В старом учебнике КДП «Щетининый», по которому я учился еще при «Союзе», дополнительно вводилось устройство судна и его техническая эксплуатация, частично, конечно, к привязке к используемым девайсам. В этом курсе главной темой будет маневрирование и управление морским судном в различных условиях плавания. Здесь ключевое слово «управление». Я постараюсь рассказать, как это делать, управлять судном. На мелководье, в канале, реке, в Штормовом море, во льдах. Швартоваться различно и в различных условиях. К устройству судна и технической стороне вопроса буду обращаться по мере надобности. Помимо того, как и к технике безопасности, это относится и к МППСС-72. Тема, на мой морской выпуклый взгляд, требующая отдельного курса. Хочу сразу предупредить вас о напрасных иллюзиях. Пройдя этот курс, вы не научитесь управлять судном. Нельзя приобрести навыки маневрирования, сидя за партой. УПС – это прежде всего опыт, сын ошибок трудных. По моей оценке, это 60% или более успехов в дисциплине. Зато остальные 40% теории однозначно помогут вам в его приобретении. Несколько советов от старого маримана. Первое. Науку управления судном судоводитель постигает постоянно. Ибо не бывает одинаковых швартовок, расхождений, вообще любого маневра. И процесс этот бесконечен. Второе. Дистанция – одна из основных параметров при выборе маневра. Поэтому постоянно тренируйте глазомер. Благо радар под рукой, а значит и оценка расстояния. Нет времени на радар – измеряйте в корпусах судна. Так как длина, рубка нос, известна. Три. Есть возможность наблюдать и работу капитана и лосмана при маневрировании. Особенно сложном, типа швартовки. Если что-то неясно, не стесняйтесь спрашивать. Почему так, а не иначе? Четыре. Заметьте, все управленцы, а это капитаны, старпомы, дюжи, жадные до чужого опыта. Если есть возможность посмотреть на чужую швартовку, не пройдут мимо. Лучше учиться на чужих телодвижениях, когда ничем не рискуешь. Пять. С лоцманом хорошо заранее обсудить маневр, как лучше. А после завершения для себя разобрать и проанализировать ошибки на будущее. Шесть. Став мастером, помни пункт первый. Постоянная учеба. Резюме. Две переменные среды вода и воздух, плюс посадка судна, третья переменная, делают науку управления судном для судоводителя в постоянном постижении и совершенстве. Двух одинаковых швартовок, маневров, не бывает. Процесс этот бесконечен. Два. УПС. Это прежде всего опыт, который нарабатывается постоянно, но теория – большой бонус в ее наработке. Три. Маневренность. Способность судна быстро изменять элементы движения с помощью винторулевой группы и подруляющих устройств. Маневренное судно. Значит, хорошо управляемое. Четыре. Управляемость, способность судна двигаться по заданной траектории, то есть удерживать заданное направление движения или изменять его под действием управляющих устройств. Пять. Умный учится на чужих ошибках. Шесть. Нельзя чему-то научиться без желания и усердия, каким бы ни был доходчивый учебный материал. Желание и труд – вот путь к успеху. Удачи, господа Маримана!